Здравствуйте, уважаемые партнеры, клиенты и, в общем, дорогие друзья компании Amarkets. Давайте по традиции сделаю вам анализ, чтобы вы посмотрели, заработали много денег и, в общем, стали миллиардерами. Давайте начнем с евро-доллара, посмотрим, как наш прогноз оправдался. Если вы помните, я ранее говорил, что сверху у нас находится продавец, возможен продавец, да, и, в общем-то, это, по большому счету, и произошло. У нас неплохо отработали наши области, наши уровни, и на данный момент мы видим, что рынок находится в таком достаточно серьезном шартовом движении, ну, то есть, нисходящем движении. На данный момент все остается как бы в силе, все эти уровни, они точно так же работают. Единственное, вот этот уровень 1.11.039, я его немножко передвину вниз на уровень 1.10.998, я думаю, так будет правильно. Что меня здесь смущает? Если обратить внимание на объемы, мы видим, что у нас есть уменьшение объемов медвежьих в данном случае. У нас есть движение вниз, но при этом объемы у нас уменьшаются. Это достаточно дурной признак, который чаще всего свидетельствует о том, что у нас в рынке начнут потихонечку, ну, рынок начнет потихонечку разворачиваться, уходить во флотовое накопление с последующим разворотом. Но я бы не был таким категоричным, хотя мы визуально, собственно говоря, прошили уровень 50%, 50% вот этого движения. Все-таки у нас есть небольшой запас хода до вот этой зоны, до вот этой области. И эта область, она достаточно ключевая. Давайте я сделаю пометочку, что она достаточно ключевая. Почему она ключевая? По основе, поскольку она нам в дальнейшем укажет определенное направление рынка. Нужно понимать, что на данный момент, хоть мы и находимся в медвежьем движении, однако мы подошли к этой области. Это некая зона неопределенности. Здесь в данном случае, если мы ее пробиваем и уходим ниже, сделаем к ней небольшой откат, то вполне можем дойти до уровня 1.10.201. Нужно также понимать и отдавать себе отчет примерно в следующем. Рынок сейчас находится в понятном движении, в понятном шартовом движении. Это означает, что сейчас сотни тысяч трейдеров подключились к этому движению. И как бы у нас не было здесь небольшого перекоса. Дело в том, что если в рынке становится что-то понятно, то скорее всего эта понятность будет торговаться в обратную сторону. То есть рынок будет постоянно обламывать. Ниже уровня 1.10.201 рынок не видится, поскольку вот это флетовое накопление, флетовая область, она также указывает на наличие здесь достаточно хорошего покупателя данного инструмента, который вполне вероятно защитит свою позицию. Поэтому если мы будем ожидать дальнейшего движения, то в принципе можно будет скинуть большую часть своих объемов на данном уровне. Ну, чуть-чуть оставим и чуть-чуть закроем. Если рынок еще пройдет ниже, то чуть-чуть закроем вот здесь. Если мы говорим о покупках, покупать на данный момент можно, но очень-очень осторожно. Нужно опять-таки иметь в виду, что рынок находится в медвежьем движении, в медвежьем сценарии. И хоть у нас здесь есть толпа, собственно говоря, людей, которые шортят, и всем становится все очевидно, и рынок пойдет обязательно против них, все-таки я ожидал бы здесь некой остановки, замедления, небольшой проторговочки. И если мы увидим, что рынок не идет вниз, а как мы это должны увидеть? Через появление таких шпилек, хвостов, появление объема здесь где-нибудь на границе. Ну, и мы будем видеть все то, что видели до того как. Ну, то есть, посмотрите, как рынок подходит к уровню, он сначала замедляется, замедляется, появляются шпильки, появляется объем. Вот все то же самое мы должны увидеть здесь. И тогда мы можем купить, в принципе, но очень-очень осторожненько, то есть с уменьшенным объемом. И это будет такой достаточно агрессивный вход у нас, и агрессивный вход, который мы прикроем вот здесь и прикроем вот здесь. Если говорить о более-таки консервативных входах в покупке, то более консервативный вход у нас ожидается от уровня 1.1.202, не ниже, к сожалению, поскольку, опять-таки, здесь есть достаточно хорошая такая плотность, на которой может появиться тот же самый продавец данного инструмента. Мы просто еще не знаем, в рынке он или нет. И вот эта область, которую я оказал, она будет свидетельствовать о том, что у нас продавец в рынке вышел. Ну, и дальше все, собственно говоря, по классике. Ожидаем для нынешнего движения сюда или выше. Переходим к следующему инструменту, это непосредственно к фунту. А что касается фунта, вот эта вот надпись «Ключевая область», она осталась у меня непосредственно с евро-доллара. Потом что-нибудь с этим сделал, пока пусть здесь повисит, помозолит нам немножко глаза. Давайте я здесь добавлю немного уровней. Фунт, фунт. Почему-то я так мало уровней здесь добавил. Возможно, давайте я пересмотрю свой обзор. Что же я там, собственно говоря, натворил-то? Да, я вспомнил. Я давал мало, собственно говоря, уровней, поскольку мы находились в таком достаточно фундаментальном, собственно говоря, движении. Поэтому я рекомендовал, собственно говоря, здесь не зарабатывать с точки зрения технического анализа, поскольку достаточно опасно. Но мы видим, что рынок достаточно сейчас уже успокоился. Он сейчас у нас откатывает. И давайте немножко посмотрим с вами запас хода. Здесь у нас запас хода есть до уровня, получается, 1.27659. То есть, если мы рассматриваем такие продажи. Говорить о покупках, ну, в принципе, можно. Учитывая то, что мы имеем уже такие потихонечку, потихонечку у нас обычный объем потихонечку увеличивается. В то же самое время у нас медвежий объем немножко уменьшается. То есть, если мы обратим внимание, у нас вот бычий объем, он становится выше. То есть, если мы будем сравнивать с этим объемом. Хотя здесь сравнение немножко некорректное, поскольку все-таки это немножко другая сессия. Но если мы сравним его с предыдущей сессией, то есть, объем у нас потихонечку, потихонечку увеличивается. Но в то же самое время обратите внимание, что и медвежий объем у нас хоть и уменьшается, но уменьшается незначительно. У нас есть вот такой некий баланс. Этот баланс в конечном итоге может указывать на наличие флетового движения. Вполне вероятно, что рынок и будет находиться в этом флетовом движении. И вполне вероятно, он будет находиться в пределах вот некого диапазона между уровнем 1.28.850 и уровнем 1.27.997. Я вам врать не буду. По правде скажу, что я немного не уверен в этом анализе. Поэтому все-таки постарайтесь следовать непосредственно своим каким-то рассуждениям, своим каким-то раздумьям. Поскольку здесь для меня лично есть определенная загадка. Нужно иметь в виду, что мы рванули очень резко наверх. Мы не закрыли это падение. Рынок всегда старается закрыть падение. И здесь, если говорить о таком глобальном каком-то движении, если смотреть 4 часа и так далее, то у нас есть потенциал движения вниз вообще до уровня 1.26.825. Но здесь нужно иметь в виду, что в рынке нет таких сильных медведей, которые могут повезти рынок сюда. И поэтому в рынке нужно, чтобы прошла какая-то наторговочка, чтобы был какой-то объем для того, чтобы двинуть цену вниз. И поэтому я здесь и ожидаю флетового движения, флетового какого-то коридора. Но здесь, в общем-то, классика жанра. Если мы говорим о флете, торговать в рамках вот этого непосредственно коридора, если этот коридор появится. Если мы пробьем данную область и пойдем ниже, то у нас есть потенциал до уровня 1.26.825 или ниже. Если говорить о покупках, я бы не рекомендовал вам покупать. Слишком достаточно сильное бычье движение, рынок достаточно сильно задрат. Но если и говорить о покупках, то очень о краткосрочных. Это с уровня 1.28.850 до уровня 1.29.850. Дальше я бы, если честно, не покупал бы данный инструмент. Рынок очень сильно задрат, и меня это немножко смущает. Ну что ж, поживем, увидим такой инструмент. Еще раз говорю, вот касаемо этого инструмента, немного не уверен в анализе. Поэтому лучше меня здесь не слушайте. Я очень редко говорю, что меня не слушайте. Но вот лучше меня здесь не слушайте, послушайтесь, в общем-то, себя. Пусть рынок еще проторгуется, чтобы быть более-менее уверенным. На данный момент я здесь просто предвещаю какой-то некий баланс. Рынок сейчас находится в этом балансе. Давайте с вами перейдем к биткоину. Признаться честно, биткоин я, собственно говоря, скинул на уровне 8500. Я дальше думал, что он не пойдет. Но обратите внимание, что у нас есть четкий прострел. И достаточно мощный, достаточно красивый. Очень-очень хороший, можно так сказать. Рынок опять находится в пределах высокой волатильности. И здесь можно только поаплодировать людям, которые сумели продать такие свои почки. И вложить их, собственно говоря, в крипторынок, в криптовалюту. Очень бы хотелось, чтобы они купили себе, выкупили, так сказать, свою почку. Вот. И заработали бы еще на этом что-нибудь. Мы видим, что мы пробили область 9000. Рынок находится в такой достаточно мощной, собственно говоря, мощном движении. Вполне вероятно, что оно связано с фундаментальным параметром. Здесь этот уровень мы перенесем немножко ниже. Давайте я его сделаю немножко жирнее, чтобы он хоть чем-то выделялся у нас на графике. Самые господа, нужно понимать и отдавать себе отчет, что вот этот уровень 93.6099 – это, собственно говоря, середина подобного движения. И мы пробили эту середину, ушли ниже. Это дурной признак, который обычно свидетельствует о таком долгом-долгом затяжном развороте, либо флетовой области. Нужно понимать, что рынок сейчас очень хорошо выстрелил. И, безусловно, это достаточно хороший показатель, который нам в последующем указывает определенное направление. Я, если честно, не вижу данный инструмент внизу. Здесь, как обычно, как я уже говорил неоднократно в своих обзорах, в рынке набирается определенная позиция. И вот мы видим, что эта позиция расторговалась у нас непосредственно в покупке. Вполне вероятно, что рынок сейчас может находиться в дальнейшей пиле. Но если мы говорим о таких каких-то серьезных целях, эти цели находятся, на мой взгляд, наверху. Несмотря на то, что здесь у нас есть достаточно мощный уровень, мы видим, что рынок его достаточно легко пробил. И ближайшая наша цель, если мы говорим в рамках такой средней волатильности рынков, но вполне вероятно, что у нас биткоин на этой неделе, на будущей неделе будет очень волатильный. Наша ближайшая цель 98.67. Говорить о покупках я бы стал от уровня 9000, но с таким достаточно хорошим стопом в районе где-то 300-400-500, собственно говоря, баксов. То есть до вот этих областей. И здесь нужно иметь в виду, что уж поскольку это, собственно говоря, биткоин, он может сделать примерно следующий момент. Он может как раз-таки дойти до вашего стопа, немножко вас выбить по стопу и пойти дальше основным, собственно говоря, движением. Наша цель это уровень 98.67, прошу прощения. И следующая ближайшая цель это уровень... Сейчас одну секунду. И следующая ближайшая цель это уровень 10 тысяч. Мы видим, что неоднократно рынок пытается пробить этот уровень 10 тысяч. Он также отбил вот это падение, которое здесь происходило. И в целом, если мы обратим внимание на биткоин, он любит торговаться примерно точно так же, как евро-доллар. То есть рынок падает вниз, пофлотил-пофлотил, отскочил. Пофлотил-пофлотил, отскочил. То есть в рамках вот таких вот больших, собственно говоря, движений. Мы видим, что рынок у нас это уже проделал. И следовательно, для того, чтобы дальше двинуться вниз, ему нужна небольшая проторговочка. Если мы говорим о таких агрессивных входах, вы можете, в принципе, агрессивно торговать от уровня 9 тысяч до ближайших целей, которых я озвучил, но с некоторым стопом. Если мы говорим о консервативных входах, вы можете подождаться небольшого накопления, небольшого флета, пробой уровень 93.60, и уже покупать от этого уровня до ближайших целей. Если мы говорим о продажах, то продажа здесь есть от уровня 8600. Но при этом, если рынок должен его немножко пробить, закрепиться ниже, что имеется в виду? То есть, когда мы говорим о закреплении ниже, мы ожидаем вот примерно подобной схемы. То есть, рынок пробивает непосредственно какой-то уровень и делает небольшой откат, либо проторговочку, либо некоторое замедление. И для вас это будет сигналом для того, чтобы мы двинемся ниже. Еще раз озвучу вам область 68600. Это если мы говорим о продаже, мы должны ее пробить и закрепиться, то есть, сделать вот примерно подобный сценарий. Тогда мы можем рассматривать здесь продажи. Но все-таки, все-таки я склоняюсь больше к покупкам, несмотря на то, что у нас есть такое волатильное движение. Но покупкам через небольшой такой флетовый коридор, флетовый канал, через небольшое накопление. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, VTI. Что у нас там на VTI? Давайте начнем с дневок. По традиции скажу, что мы торгуемся до сих пор в небольшом таком флетовом канале. На дневках, хотя как небольшом, достаточно таком солидном флетовом канале. На данный момент мы подошли к уровню 56.75. И прям вот идеально сработал наш анализ. Просто идеально сработал наш анализ. Идеально сработали наши уровни. Все остается по-прежнему. То есть, если вы зашли в покупки после просмотра прошлого, собственно говоря, обзора, можете, в принципе, эти покупки немножко удерживать. Но помните, что у нас ближайшая цель – это 57.60. И здесь есть вероятность разворота. На данный момент рынок находится в трендовом движении. Если вы обратите внимание, у нас немного уже стали объемы на бычьи затухать. В то же самое время у нас есть резкие взлеты. Это один из показателей того, что рынок может немножко замедлиться, зафлетить. И, в принципе, он может даже немножко развернуться. Нужно иметь в виду, что наша ближайшая цель – 57.60. Это в случае, если у покупок вполне вероятно, что мы до нее дойдем. Если мы говорим о продажах, то вот у нас есть следующий диапазон. Это уровень 55.63. Ну и здесь, в общем и в целом, точно так же, как в предыдущем прогнозе. Если рынок пробивает данную область, откатит к ней, тогда мы можем смело продавать до ближайших вот этих целей и вот этих целей. Но все-таки постарайтесь поймать этот инструмент на уровне 57.60. Здесь, к сожалению, нужно будет делать новый анализ. Не могу сказать, пробьем мы этот уровень, не пробьем, закрепимся выше, не закрепимся, поскольку, в общем и целом, у нас есть еще запас хода наверх. Но нужно понимать, что этот запас хода наверх – это дневки. Вряд ли вы будете ждать о таких глобальных каких-то событиях. Так или иначе, если вы в рынке, если у вас открыта позиция, все-таки, да когда мы дойдем до этих областей, прикройте часть, но все равно оставьте немножко в рынке на случай, если рынок пойдет и дальше, поскольку вот этим движением, вполне вероятно, вы сможете заработать неплохую прибыль. Если мы говорим о продажах, то нужно иметь в виду, что вот у нас есть эта цель, дожидайтесь пробоя и движения вниз. Это в случае такой, достаточно консервативной продажи. В случае с агрессивной продажей, то у нас вот есть цель, здесь ждите замедления и вот такого, собственно говоря, движения вниз. Тогда вы можете смело продать и захватить вот этот диапазон рынка. Но это будет агрессивная продажа, имейте это в виду. Придем к следующему инструменту, это, конечно же, иена. Что у нас по иене? Иена у нас торгуется в неком флетовом коридоре. Я, если честно, даже и не знаю, что здесь сказать касаемо иены. Но вот мы торгуемся в неком флетовом коридоре. Рынок уже немножко устаканился. Он нам показал определенный флетовый канал, флетовый коридор, вокруг которого мы можем, собственно говоря, плясать и торговать. Здесь бы я сделал, знаете, некую область, то есть нижнюю границу, верхнюю границу. И вот от этих границ мы можем здесь уже принимать торговые решения. Немножко вниз я смещу данную границу. Так будет немного более-менее грамотнее. И давайте установим по традиции серединный диапазон данного канала, флетового коридора. Что с этим делать? Я думаю, вы прекрасно понимаете. Торгуем от границы, торгуем от середины. В случае пробоя одной из границы, то есть, допустим, сделаем вот так, торгуем в продажу или вот так, торгуем, собственно говоря, в покупку. Флетовый канал, он достаточно мощный. Рано или поздно он расторгуется куда-нибудь. Но куда он расторгуется, уже рынок покажет. Загадывать как-то не хочется. Давайте перейдем к следующему инструменту. Это у нас уже SP500. Какого хера у меня тут... А вот эти уровни. Так, итак, SP500. SP500 мы пробили, собственно говоря, очередные новые максимумы. Мы находимся на самых-самых верхах. Если опять-таки вспомнить первые, собственно говоря, анализы, я говорил, что тут находится столкновение таких сил, столкновение интересов и поджимающий крупный игрок, который рынок потихонечку толкает наверх, толкает, толкает, толкает. Дошли до верхней границы, до уровня 3000. Разумеется, находимся наверху, уж поскольку это SP500. Он точно так же, как биткоин, любит вначале выбить всех по стопам, а потом уже продолжить, собственно говоря, движение. Поскольку мы находимся наверху, мы можем, в принципе, ожидать некого развода, собственно говоря, на стопы и дальнейшего движения вниз. Что имеется в виду? Здесь я бы не рекомендовал вам сейчас в касании продавать данный инструмент. Ждите небольшого движения наверх и в случае, если это движение не оправдается, вы увидите резко, волатильный слив. Вот примерно, как вот здесь. После этого резкого волатильного слива можете смело немножко дождаться небольшого отката, вот он может быть даже совсем-совсем небольшой, и продать данный инструмент. Вот у вас есть ближайшие цели, до которых вы можете ориентироваться. До цели 29.04 не дойдем, поскольку здесь каждый ближайший минимум у нас повышается. То есть, если посмотреть глобально дневки, обратите внимание, каждый последующий минимум у нас становится выше, 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 выше. Поэтому до ближайших вот таких, до вот этих целей, которые я указывал внизу, вполне вероятно, что мы до них не дойдем, и это нужно, собственно говоря, учитывать. Но до уровня где-то 29.61 вполне дойдем, до уровня 29.92 тоже вполне дойдем. Если говорить о покупках, покупки здесь, конечно же, присутствуют, но они присутствуют после некой расторговки наверху, выше диапазона 3000. Пока подобного не произошло, рынок у нас еще не пробил данный диапазон, не откатил к нему. То есть вы должны увидеть примерно следующее. Вот как вот здесь вы должны увидеть картины, только выше. То есть рынок пробьет данную область, начнет флотить, вот тогда вы можете рассматривать покупки. Куда рассматривать покупки? То есть до какого диапазона? До черта его знает, поскольку сейчас мы находимся на исторических максимумах. И разумеется, нужно это иметь в виду, и нужно это понимать и отдавать себе в этом небольшой отчет, что вы будете покупать очень-очень дорого. Какой бы учебник вы не читали, вы всегда встретите информацию о том, что у нас треугольник это фигура продолжения. По практике могу сказать, что треугольник это ни фига не фигура продолжения, поскольку треугольник это фигура неизвестности, поскольку когда, собственно говоря, и куда рынок пойдет, никто никогда не знает. Здесь нужно иметь в виду, что вот у нас есть вот такой треугольник, и мы торгуем в рамках этого, собственно говоря, треугольника. Ну, и что здесь с этим делать? Опять-таки, я не знаю, стоит ли вам озвучивать. Ну, здесь продаем от верхней границы от уровня 3000 до, собственно говоря, низа данного треугольника. Все достаточно простой анализ и достаточно простая торговля, на мой взгляд, на этой неделе вас ожидает. Удачи вам, зарабатывайте. Не забывайте посмотреть мой канал. Там у меня есть очень много интересного, очень много вкусного. Такой, конечно, шикарной аналитики нет, поскольку, ну, по большому счету, я не люблю эту аналитику, на мой взгляд, трейдер, он должен торговать вместе с рынком. Очень часто я говорю, что нужно делать этот анализ в онлане, нужно посмотреть, что здесь делает рынок, поскольку, по большому счету, вся эта аналитика, это такой, знаете, просчет неких вероятностей. Но без просчета вероятности никуда. Каждый трейдер это делает, но все равно каждый трейдер это все мониторит и включает свои мозги. Поэтому я вам желаю, конечно же, зарабатывать, включать мозги и переходить, в конце концов, на мой канал. Удачи вам, до встречи через неделю.